Привет, друзья мои дорогие! Лёша сегодня весь день занят, в разъездах он, и я очень сильно захотела приготовить печенку, печень вместе с луком. Я обожаю печень, где много-много лука используется. Всё это у нас будет в сливочном соусе и гречка, классическое сочетание. Хотела это приготовить, поделила с вами в инстаграм и спросила, снимать ли это видео надо, оно кому-то или нет. Достаточно простое, но очень вкусное. Друзья, 97% сказали да, дорогие мои, ой, или 93%, что-то такое. В общем, короче, практически все сказали да, поэтому приступаем к приготовлению. Буду снимать себя сама и на штативике, посмотрю, что получится. Мне ещё надо в экран смотреть, какая там красивая, некрасивая. Обычно мой, ой, еператор это за меня делает. Но буду сегодня сама как-нибудь выкручиваться. Друзья, что мы делаем? Сейчас мы приступим с... начнем с гречки. Поставим её вариться. Я сейчас мою гречку, кидаю её в кастрюльку и отставляю на вторую плитку. И тем временем будем заниматься обработкой печени. Печень, кстати говоря, я буду сегодня не куриную использовать, а индюшачью. Всё, поехали. Что делаем? Нам сначала нужно помыть гречку. Что-то какая-то она тут у меня такая грязноватая. Берём, ну, примерно где-то два стакана. Моем и варим. Холоденькой лодички. Сначала вот так. Вся взгляд. Пустывает. Откидываем на сито. И уже здесь хорошечно промываем. Всё. Греча наша чистенькая. Пускай она сливает лишнюю воду. Всё, друзья, сейчас начнётся уже шум. Что делаю? В кастрюльке у меня здесь... Что-то у меня язык заплетается. В кастрюльке здесь растительное масло. Я включаю плитку. И сейчас как бы чуть-чуть мы поджарим гречку, а потом уже зальём водой. Пока масло не нагрелось, сразу мы это отправляем. Поправляем, чтобы потом не стрелялось от воды. Это придаст аромат поджаренной такой гречке. Это будет очень-очень вкусно. Какая-то гречка супер мелкая в этот раз. И добавляем воду. Всё. Залили водой. Сейчас я вам покажу, как, чтобы полностью гречка у нас покрывала. И сейчас я ставлю на средний огонь и перемещаю уже на следующую плитку, потому что эта плиточка сильная, индукция, и мы здесь будем хорошенько уже жарить печень. А так как я и снимаю, и готовлю, то мне придётся немножко всё по очерёдности делать, потому что неудобно будет. Что делаем? Теперь ями нарезаем тоненько лук. Лука сразу предупреждаю. Используем очень много, потому что в этом блюде лук придаёт особую пикантность. И он здесь прям, его нужно не жалеть, хорошечно прям поджаривать. Всё, ребята, лук нарезан. Вот целая тарелка у нас от лука. И теперь обрабатываем печёночку. Вот это вот всё, вот такое я срезаю. И она, в принципе, большая, её можно вот так вот сделать. Всё, все перегородочки отрезаем ненужные. Я тоже особо... Сейчас я знаю, что многие, кто молодые меня смотрят, особо не знаете даже, как это, что это тут обрабатывать. Я тоже, знаете, не профи в этом деле. Вот я чисто интуитивно. Вот всё, что мне неприятно, я всё убираю. Вот эти какие-то жилки, мне вот это вот неприятно, и я эту убираю. Всё, а остальное чистенькое оставляю. Вот видите, желчь какая-то. Я прям не жалею, даже побольше отрезаю. Ребята, посмотрите на состояние гречки. Видите, какая она уже такая практически готова, но есть ещё немножко воды. И что делаем? Я солю. Одну руку снимаю, другой солю. Я солю. Сделала температуру на минимум. И накрываю. В принципе, я вообще выключу эту духовочку, плитку, так как здесь ещё продолжается нагрев, и она как раз и доготовится. Всё, друзья, мы начинаем жарить. Как я вам сказала, что вот это всё действие я разделяла, заранее всё нарезала, только потому что мне ещё снимать нужно. Алёша сегодня у нас отсутствует в студии, и поэтому пришлось всё подготовить себе, чтобы потом туда забрасывать. Что делаем? Если у вас есть глубокая посуда, глубокая сковородка, точнее, или казанчик какой-нибудь, отлично, можете там сделать. Так как у меня сегодня достаточно большая порция, я решила взять кастрюльку. А, кстати говоря, тем более, что у нас... О, у меня фокусное лицо идёт. Ну ладно. Новая кастрюлька от Талер. Пришло к нам пополнение коллекции. И не только кастрюлька в этот раз приехали, красивые чашки с двойным стеклом, тёрка для цедры, что там ещё было, чайник заварочный. В общем, я это всё вам в ближайших видео постепенно буду показывать. Друзья, масло уже раскалилось, отправляем сюда лук. И хорошенько поджариваем, чтобы лук был карамельный, ароматный, на максимальной скорости, мощности этого плитки. Ребята, посмотрите, до какой степени мы пожарили лук. Хороший такой он у нас, мягкий, карамельный уже стал. Вот такой вот. Всё, друзья, и так как я делаю большую порцию, и чтобы печёнка не дала воду, я этот лук выкладываю в другую тарелку, перекладываю просто в другую блюду и буду сейчас здесь жарить печень. И скидываем печень. И всё, и на раскалённой сковороде или кастрюле она сейчас у нас хорошенько корочкой покроется, а потом мы её дотушим с луком и со сливками. Всё, друзья, калернули, чуть-чуть приготовили. Сейчас я взяла чистую сковородку, чтобы уже всё у нас тут красиво было, чтобы не в кастрюле это всё делать. Я сюда отправляю печень. Крупненькая такая она у меня получилась. Сверху выкладываю... Какое красивое зрелище! Ну, я сейчас переверну камеру. Сюда наш лук жареный отправляем. Шумно! Ну, ещё и вытяжка. Выключила вытяжку, чтобы хотя бы не так шумно было. Ребята, и пошли! Посолили от души. Поперчили от души. Стреляется ещё. Орегано. Печень очень любит орегано. Орегано. Ещё раз. Перемешали. Ребята, какая красота! Хотела вам это показать. Теоретически на этом моменте можно остановиться. Закрыть крышкой, нагреть, и пускай тушится. Но! Я-то хотела сегодня получить соусной сливочный обед. Очень хотела сделать что-то на сливках или на сметане. Сметана сюда немножко будет кисленькая. Я не хотела сметанового привкуса. Но сливки 33% наливаем. все. Можно сделать меньше температурочку. Накроем сейчас крышкой. давайте я еще хочу, чтобы более жидкое было, чтобы еще... все выливаем. Все, тут чуть-чуть совсем осталось. Все. Накрываем крышкой. Сейчас еще печенка еще у нас не до конца готова. Она сейчас впитает у нас сливки. Будет сочная, молочная, очень-очень вкусная. Готово, друзья. и накрываем крышечкой. Между прочим, эта крышка тоже приехала в новые партии посуды. И тихо-тихо, надо еще тише сделать. Приехала тоже с новой партии посуды. Ее огромный плюс в том, что, как я мечтала, иметь одну крышку на все сковородки. Потому что, во-первых, подстраивать и покупать миллион крышек дорого. Ну, как бы денежка. Купил одну, и она на все у тебя подходит. Но для меня, что более самое важное, они не разбросаны по всей кухне, и тебе не нужно ничего подбирать. Вот, яркая, эффектная, стоит в одном и том же месте. И ты ее постоянно берешь. Здесь у нее такие, сейчас я вам покажу, ребрышки. Вот здесь, видите? Там, по-моему, 24, 26 и 28. Человек, который это придумал, дайте ему, нобелевскую премию в сфере кулинарии. Все, друзья, дотушиваем на медленном огне. Пускай печенка должна внутри хорошенько приготовиться, вы видели, достаточно крупный, я ее порезала. Элементарно проверяем, просто достаем печень на доску, прорезаем ножиком, если внутри она готова, все, все выключаем. Давайте я вам покажу гречку, которая также у нас уже готова. Я, кстати говоря, знаю, что для многих сварить крупы это целая прям история. Человек может очень хорошо печь, готовить, но вот варить крупы, это прям вообще... Вот я, кстати, тоже, говоря, такая. Но гречка, смотрите, все-таки проще, чем прыгать с рисом, чтобы он был разварен, ой, этот, ну, не слипался, короче, рассыпчатым и так далее. С гречкой история гораздо проще. Вот она, чуть-чуть мы ее воды налили, больше, чем была гречка, проварили на сильном огне и потом вообще вовсе ее выключили и водичку она впитала и дошла. Ура! Оператор вернулся и можно нормально снимать видео, а не вот так пытаться в это окошко влезть. Итак, друзья, что мы имеем? Мы имеем вкуснейшую гречку, которую мы приготовили. Вах! Вот она. Мы имеем вкуснейшую печень. Вах! Вот она. Так, и обязательно все это взбодрите и разбудите. Нужно зеленью, которую наша семья просто обожает. Выкладываем все это на... Ой, я испугалась. Не буду, наверное, в тарелочку сервировать. Вот блюдо красиво положу для того, чтобы сфотографировать. И... И будет у нас дегустейшн. Мы такие голодные вообще. Поехали. Смотрите, какая гречечка у нас рассыпчатая. Мне кажется, я ее мало посолила. Но ничего, мы ее досолим. Я обожаю вот этот вот лук, ребята. Сейчас сок, весь этот соус пропитает гречку. Это будет безумно вкусно. Ребята, вы представляете, что произошло? Я вам говорила, что мы умирали с голоду просто. Мы так набросились на эту еду. Я когда ее выложила красиво, я начала фотографировать. Потом мы так на нее набросились, начали есть и забыли отснять концовку видео и дегустацию. Я уже сытенькая. Простите меня, пожалуйста, дегустировать не буду. Но поверьте мне, это было просто восхитительно. Алексей Анатольевич, ваш утверждение. Накормили человека, весь день делами занимался. Приехал и было вкусно нам. Я уже, представляете, даже компот сварила, морсик сварила и мы начали уже собираться, еще там флэшки вытаскивают. То есть, Леша говорит, мы же не записали концовку в видео. Обалдеть. Друзья, это очень-очень вкусно. Я благодарю мою любимую посуду Талер за качество, за очередной привоз к нам инструментов, которые я вам сегодня показывала, демонстрировала. Еще не вечер, еще впереди все, будет много тоже нового, интересного. Каждый из вас может покупать посуду Талер по промокоду AlexMilana. Скидка 15% на официальном сайте. Я вам оставлю ссылку внизу. Также оставлю ссылки на продукцию, в том числе и новые вот это вот крышка, 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 друзья, обожаю просто, вот обожаю. Одна крышка на все эти, на все ганжеты, короче говоря. Все, я вас целую, обнимаю, рецепта на сайте не будет, потому что все делаем на глаз, на вкус, на зуб, на цвет и ничего тут расписывать не нужно, это не десерты, где там каждая грамулечка важна. Целую, обнимаю, поехали мы домой, буду для вас смонтировать это видео. Пока-пока.